Кадров у меня еще нет Бодается То есть люди просто их вытесли Да, ну вообще кошки это суперхищные И ни один вид не живет вечно Каждый вид рано или поздно вымерет Сразу Вообще млекопитающую ты вымирающую группу Почему? Это просто чудо Здравствуйте дорогие друзья Перед нами Катя Она слева И заведующий отделения Тореологии Зоологического института Аверианов Александр Олегович И сейчас у нас будет небольшой рассказ Точнее ответ на вопросы популярные Касательно палеонтологии кошек Ну да, нам нужно было попробовать Ну это сами понимаете посложнее А ты Алексея Гурина зачитал? Да Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ну наших подписчиков всегда очень интересует вопрос То есть есть у нас вот сейчас кошечки А как у нас с разнообразием вымерших кошек в России? Ну к сожалению не очень хорошо Потому что кошки это в основном южная группа А большая часть территории России находится больше на севере И у нас никогда не было большого разнообразия кошек Но если иметь в виду в России сопредельные территории То что раньше было с Советским Союзом То там достаточно много находок ископаемых кошек В том числе саблезубых кошек Есть на Молдавии На Украине В Таджикистане Целые черепа находили Махародов И других саблезубых кошек Несколько Бидов Потому что там было нормальное расстояние То что касается России Тут находятся ископаемые пещерные львы В довольно большом количестве И недавно были сделаны уникальные находки Даже мумий пещерных львов В вечной мерзлоте Но их черепа довольно обычные В насилии Это была очень странная экосистема Мамонтовой фауны Она на больших пространствах Перелициальной степи Как она называлась Жили огромное количество Травоядных животных Бизонов, лошадей Мамонтов Сайграков И конечно при таком количестве пищи Были хищники Вот одним из основных хищников В этой системе был пещерный лев Который был человек распространен По всей галактике Не только у нас Он жил в Америке Правда там видимо жил другой вид Но это очень спорный вопрос Какие виды этих львов И является ли пещерный лев отдельным видом Либо он под вид ныне живущего льва ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Но кроме пещерного лева Жил еще другой лев Более древние времена Так называемая Пантера Аспильос Она жила в раннем Пелестоцине Пещерный лев Жил в позднем Пелестоцине Это где-то 20-50 тысяч лет назад А пантера Аспильос Скопаемая пантера Она жила где-то Порядка миллиона лет назад И старше Она была намного крупнее Пещерного лева И современных львов И вообще Была видимо Крупнейшим представителем Этого рода пантера Вот они жили у нас на Урале В Сибири В других местах Вот эти кошки То есть вот Разнообразие Больших кошек Ищерпывается только Вот пантерами Видите Даже если он чего-то хочет Она не сильно ему дает На себя залезть Как говорится Сука не захочет Кобель не вскочит Причем к ним это даже Кошек так уже называют? Нет, это собачки Собак, да? Ну ладно Извиняюсь Если кого-то обидело Привет, рыска Мы с Сочи А я уже зачитала Спасибо Марсин обиделся Были У нас в рысе Конечно всегда Есть ископаемые Находки рыси Якутии, например Там особые виды Описываются То есть Возможно Реси даже возникли Где-то на территории Сибири То есть Это наш Продукт Что касается Более мелких Кожек То их Палеонтологическая летопись Очень скудно И фактически У нас нет Таких находок Более разнообразные Все мелкие кошки Были, конечно В более южных местах И в Восточной Аде Где-то В Европе В Африке Мартюх Лежа Так и хан Обнял Хан Ну хан Ну ляжь к нему Он тебя хочет Обнять Он такой Красивый Какая заворочить Им надо Я не хочу Ложиться Настоящая баба Упендривается Мартюх Не спи Когда качество Стрима Гору пойдет Тогда интернет Нормальный Глупый вопрос Ну точнее Он глупый Нас спрашивают А почему Они вымерли Почему Что с ними Случилось Почему Они не дожили До наших Времен Ну Знаете Что значит Дожить Существуют Биологические виды И ни один вид Не живет Вечно Каждый вид Рано или поздно Вымер Это Аксиома Которая Которая В том числе В имени Вит Хомо Сапиенс Я же не говорю Что каждый вид кожи Которая Ныне живет Сейчас Он когда-нибудь Вымерет Все умеряют В свое время Просто Для них уже Это время Пришло Для тех видов Которые живут Сейчас Оно еще Не пришло Мы думаем Что вот сейчас У нас Какой-то пик Разнообразия В современной биоте Животных И какие-то Доли процентов От того Что было Разнообразие То есть Мы Человеку Который знаком Только Современной Фауне Фауна Им сложно Представить Насколько Это Какие-то Осколки Беловой Разнообразия Например Все знают Там Они про Накопытных Животных Мошадей Мосорогов Но Это Только Меньше 2% От Известных Видов Вымерших То есть Это Практически Полностью Вымершая Группа Там Вымерли Целые Семейства Вообще Млекопитающие Это Вымирающая Группа 60% Отрядах Млекопитающих Уже Вымерло За Последние 60% За Последние Только 10 тысяч Лет Вымерло Порядка Полторы Тысячи Видов Млекопитающих Многие Было Огромное Вымирание Вот На границе Соцены Голоцена Многие фауны В том числе Вест Индии Карибском Бассейне Карибского Мора На этих островах Выбирало 98% Видов Млекопитающих Которые Тогда Жили То есть То что Сейчас Что-то Сохранилось Это Просто Чудо И Надо Задаваться Вопросом Почему Эти Виды Дожили За Современность А не Почему Вымерли Какие-то Другие Виды Потому Что Мартинька Ханночке Пристает Попытка Номер Три Или Какая Уже Там Кто Считает Бодается Они Как-то Виды Изменились Сейчас Кошки Посмотрим Скелеты Ну В общем-то То что Род Пантера Я буду говорить О крупных Кошки Морфотип Кошек Он сложился Достаточно Давно Где-то Примерно 30 миллионов Лет назад В легоцине С тех пор Очень мало Менялся Это Очень удачный Морфотип Это Суперхищный У него Все Забалансировано Там Меняться Нечего Все Шикарно Адаптировано И Скажем По черву Вы не отличите Льва От тигра Никак Его можно Только по шкуре Отличить Если Положите Рядом Череп Льва И тигра Вы не сможете Их отличить То есть Морфологически На уровне Скелета Там нет Никаких Уже Отличных А В живой Прородибу Льва От тигра Конечно Отличите Сразу То есть Это Печерный Лев Тоже Почти Не отличался А морфологически Не отличался От современных Львов Там Какие-то Отличия Касались Какие-то Пропорции Едва Уловимых Понятных Только Специалистам Че нюхаешь Че нюхаешь Нос по ветру Упаривайся Все Сейчас Тебе за хвост Укусит Тай Тай Да Выпускай Продолжение следует... 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 Продолжение следует...